всем привет с вами Дмитрий Михайлов вы на моем канале Коминбай сейчас перед вами дом и с левой стороны от вас вернее за моей спиной кирпичная кладка которая зашита профилем ко мне заказчик обратился он хочет купить камин хочет установить дымоход труба не загильзована поэтому обязательно трубы должны загильзованы человек подкованный посмотрел в интернете почитал пообщался с людьми гильза обязательно должна стоять неважно для камин для твердотопливного котла все шахты должны быть загильзованы овалом либо кругом нашем исполнении будет стоять овальная труба 120 на 230 что практически соответствует 200 диаметру то есть мы здесь выйдем за общий грибок и на 25-30 сантиметров так как здесь шахта совмещается с вентиляцией смотрите вот это вот одна из шахт которую я буду штробиться вниз так как камин будет использоваться как дополнительное отопление для того чтобы получать эстетическое больше удовольствия здесь сожалению на этом объекте дымоход будет собрано с одним образом то есть не будет тройника не будет прочистки и конденсат который будет появляться он будет стекать в топку именно вовнутрь это это вторая задача которая передо мной стоит чтобы конденсат отправить вовнутрь камина но это на втором этапе когда уже делается отделка поставится уже каминная топка сейчас я вам расскажу какие дымоходы буду монтировать пока это все в машине доставать нет возможности смотрите потому что потом когда поставлю вы уже видите их не будете во первых труба будет использоваться и 304 толщиной металла 1 миллиметр меньше я не ставлю в исключительных случаях бывает еще 08 ставлю но это уже зависит от производителя потому что почему от производителя вот это вот сварка стык тик сварка с тик сваркой стык я еще 08 ставлю если стоит труба внахлёст у нее пицбургский шов нет такую трубу я ставить не буду поэтому работаю я с определенными производителями с трубой которые я уверен потому что я работаю для вас и монтаж который я выполняю я хочу чтобы вы после него спали спокойно ну и конечно наслаждались камином топкой получали удовольствие труба здесь раз трубным соединением для тех кто не знает для тех кто на первый раз видит мои видео раз труб это с одной стороны плюс а с другой стороны минус почему на это делаю я оценку потому что когда вы соединяете трубы труба идет гладкая ровно по всей длине внутри и при подрезке трубы в любом месте она состыкуется потому что бывает очень много соединений с гармошкой по конусам бывает производитель кто делает здесь плюсовую часть но дальше с другой стороны она идет минусовая когда вы подрезаете то есть сразу труба нету когда вы подрезаете половину грубо говоря вы потом соединить ее не можете потому что у нее лист вырезался не ровный да там грубо 400 на 400 а вырезался по диагонали давайте я вам сейчас начерчу на трубе что вы понимали про что я говорю заготовку когда вырезает почему я обращаю внимание вот на эти вот раз трубы можно заготовку вырезать вот так потом ее скрутить на вальцах и проварить а можно заготовку то есть здесь у нас получается изначально заготовка ровная со всех сторон а потом просто делается вот такая вот раскатка ее растягивают и здесь плюсовая часть получается а можно сделать лист заготовку вырезать вот таким вот образом и и скручиваете да когда это метровая труба с одной стороны плюс другой стороны минус при этом никакой зубчатки заужения нету но когда вы потом в процессе монтажа начинаете ее обрезать пример вам половину надо вырезать все вы ее посадить не можете один в один и вы начинаете думать сломать голову поэтому я с такими производителями тоже встречался я знаю их всех по крайней мере беларуси кто работает и вот на этот раз я очень сильно обращаю внимание здесь еще есть такой момент монтажный 1 у нас труба будет выходить из шахты и будет стоять вот такой вот переход он очень интересно делался почему потому что у него смещена ось смотрите вот этого часть перехода она будет у нас здесь вот кирпичная стена то есть если делать этот переход по центру тогда в кирпичной шахте его поставить невозможно сожалению сейчас бывают такие моменты от совала на круг под определенный угол под 45 градусов к сожалению у меня сейчас нет возможности такие углы заказывать потому что производитель из-за сложности производства от них отказался и я заказываю вот такие вот элементы вот это в одной плоскости у нас вот эта плоскость приляжена с кирпичной кладки а здесь я уже поставлю угол 45 градусов где-то он у меня есть не вижу 45 градусник поставлю потом вам покажу его и выйдет 25 сантиметров и шахты грибок у нас нормально 120 на 230 он здесь проварено дополнительно попросился мне прямо проварили и сюда везде сторон потому что грибок здесь будет стоять с одной образ с одним способом собран дымоход и вот видите вот эти вот места если не проварить то тогда я ставлю на заклепки и в конце у нас вот такое вот колечко кольцо уплотнения станет на уже общий грибок тем самым будет служить как центровка и как дополнительно защита гидроизоляции чтобы влага не попадала по трубе все по трубе я вам сказал а теперь я приступаю к работе сейчас я нахожусь на кровле гельзовку я сделал это будет дымоход для камина овальная труба 120 на 230 толщиной 1 миллиметр сейчас я устроился поудобнее поэтому могу немножко порассказывать смотрим здесь у нас общий грибок то есть рядом еще находится вентиляция если у вас стоит выбор выводить за общий грибок или нет я вам говорю со стопроцентной гарантии выводить обязательно надо почему потому что от этого зависит ваша жизнь вы можете угореть а как объясняю если происходит возгорание сажа дымохода отбивается огонь который идет отбивается этот грибок и вот у нас соседняя шахта который сейчас вам ее покажу вот это вот соседняя шахта открытая которая в нее попадает этот огонь и не дай бог у меня были случаи такие когда ко мне обращались люди говорят что у нас известно шахты из вентиляционной решетки которая соответственно расплавляется потому что на пластиковая шлей и искры поэтому выводите за общий грибок и спите спокойно это первое во вторых когда вы оставляете под общим грибком дымоход а это очень часто слава богу с каждым годом я наблюдаю такую тенденцию что все больше и больше и больше людей выводит за общий грибок особенно когда строится это радует потому что информация есть информация никуда не денетесь особенно когда видят когда горит сажа соседи переделки тут сразу же поэтому когда отбивается огонь вот от этого грибка либо дым когда постоянно идет то все это начинает потом течь вот здесь это не мой грибок поэтому это не моя работа не мой грибок поэтому не надо мне сейчас начинать ужасные вещи говорить это какие-то нехорошие люди сделали до черные саморезы от это но это отвратительно так не ставьте если есть возможность выбирать между какими-то элементами постарайтесь выбрать другие 21 век все таки поэтому можно выбрать грибок нас одной проверить работу мы здесь вообще он гвозди забить и черная ну ладно не об этом мы разговариваем часа дымохода поэтому выводить за общий грибок надо я когда монтирую дымоходы я дополнительно ставлю такие вот кольца уплотнения мало кто и делает и мне их делают под заказ по поводу вот этого грибка общего если мы посмотрим когда идет нас одной дымоход грибок от вообще должен стоять должен стоять потому что если его не поставит то вся влага весь конденсат снег дождь все будет течь вам топку поэтому когда у вас стоит нас одной дымоход обязательно ставьте грибки без них никуда если это твердотопленный котел либо камин который используется для постоянного отопления либо другой другой топительный агрегат тогда эти грибки не ставьте не ставьте пусть уходит все в атмосферу и у вас будет чистая кровля потому что от него также отбивает дым конденсат и начинает течь все вот на этот вот грибок поэтому я здесь поднимают это я считаю идеальный вариант до этой верхней точке 30 сантиметров 25 до сюда плюс десятка еще добавляет этот вот посадочная труба грибка и в итоге 35 сантиметров от низа до верха с учетом того что юбочка у нас скрывает будет выветриваться все то есть дым не будет стоять у нас под грибком и вот этот грибок он довольно высокий у него от нижней точки до верхней 20 сантиметров это тоже очень важно потому что я встречал грибки которые делают часть нет это очень и очень сильно ухудшает тягу поэтому ни в коем случае 20 25 сантиметров ну ладно 15 еще куда не шло работать но я стараюсь поднять повыше на этом я здесь заканчиваю на крыше мы давайте спускаться вниз и поговорим потому что есть о чем поговорить если вы не определились какой дымоход поставить и с какими материалами работать сейчас я нахожусь в центре комнаты камин будет стоять в углу что я здесь сделал то есть внизу он нижние отверстия которые оставили строители это очень низко это в районе 1 и 2 1 и 3 метра для камина это очень мало когда вы не знаете еще какой камин купить потому что я сделал я расстрабился верхнюю часть до потолка вывел но у меня так получилось что ось вот этого дымохода вот про эту часть говорю на уровне двух метров желательно конечно 18 2 и 3 метра выдержать до центра дымохода для чего для того чтобы потом поставить разгонный участок трубы на камин там пол метра и сорок пятку врезаться в дымоход разгонный участок на каминах обязательно должен быть нельзя сразу заворачивать 90 они очень привередливы и нормальные производители кто выпускает камины они указывают при сборке уходим под 45 градусов это очень важно здесь высота дымохода маленькая поэтому я здесь тоже вывел 45 градусник все покажу вам сейчас как дальше я собирал систему все смотрите здесь ставочка 25 сантиметров она выходит из шахты потом когда поставится камин уже когда он будет стоять сюда просто будет подключение сорок пятыми либо там регулируемый черный бертрамс либо дарко труба это уже неважно это второй вопрос на данном моменте мы вышли вся система должна во первых собираться по конденсату ни в коем случае не подым все элементы собираются я вам сейчас покажу по конденсату по конденсату по конденсату и дальше труба тоже по конденсату это очень важно и неважно у вас котел газовый труда топливный камин все по конденсату еще один очень важный момент на что надо обратить при покупке материалов и если монтажники вам задают работу даже заставить их переделать ее смотрите это вот эти вот элементы угол 45 градусов неважно какой у вас будет стоять он должен собираться по конденсату то есть здесь конденсат вот о чем я говорю видите вот этот отбортовка она находит на верхний элемент и здесь тоже самое то есть конденсат течет вниз если вы этого не сделать только один сад рано или поздно все равно через точечную сварку выйдет наружу и он начнет протекать вот здесь вот это неприятно конечно это определенные запахи а теперь давайте поговорим о том сейчас я немножко удобно устроить на лестнице теперь поговорим о том какие материалы выбирать смотрите из своего личного опыта он слава богу у меня не маленький на камин либо на твердотопливный котел до твердачи мы сейчас говорим то что работает на дровах это должна быть может быть вернее марка стали 430 к 304 316 айси либо 309 как правило до 321 еще самый распространенный которые используются в дымоходах в домашних условиях да то что в частном домостроении как говорят это 430 маркой 304 316 309 321 это уже такие для определенных видов котлов мощных котлов в агрессивной среде когда работают ну как правило 304 либо 430 самая лучшая из них у меня спрашивает какая самая лучшая для твердотопливного котла айси 309 либо оси 310 потом идет 321 потом 304 потом ну 304 316 можно еще поспорить какая из них лучше остальное потом где вся 400 марка стали 430 т.д. и т.п. можно об этом разговаривать очень долго еще не надо забывать дымоходы из айси 430 это товарозаменитель оригинально идет 300 марка если мы возьмем европейские страны там чтобы поставили 400 марку но извините да шидель там шидель периметр ставить 400 марку ну не знаю по какой причине надеюсь когда-нибудь выясню но если мы возьмем рынок европейский там стоит 300 марку 304 316 321 это то что у них распространенная 400 идет у них на фасонные элементы поэтому ну надо учесть этот фактор я думаю надо забывать поэтому айси 430 это заменитель 304 когда начали научились варить нормальную трубу 430 в единице 0 8 тогда рынок продажи по 300 марки по крайней мере в наших странах как в россии так и в беларуси могу смело говорить за россию потому что я этот рынок тоже немножко знаю очень активное движение началось по 400 марки объема увеличились в разы когда начали варить тик сваркой в стык до этого нет а этого было 304 марка стали и очень хорошо продавалась сейчас да по ним упали продажи от этого не уйти это рынок это конкуренция теперь смотрите дымоход здесь используется оси 304 и я всегда своим клиентам предлагаю два выбора либо 430 либо 304 и по толщине металла я работаю если я монтирую я продаю но и монтирую только единицу могу 08 смонтировать но 08 должно быть стоять тик соединения стык и конечно проварено с другими соединениями я не работаю 08 теперь почему надо обращать выбор на выбор материалов а именно на толщину металла объясняю толщина металла здесь играет важную роль весь металл будет стоять 0 пятка 0 четверка будет стоять если вы дымоход будете постоянно чистить проблем у вас не будет если вы раз два месяца будете чистить дымоход использует древесина 20 процентной влажностью и не перегружать его проблем у вас никогда не будет но как только все проблемы возникаются когда происходит возгорание сажи а температура очень бешеная поэтому почему с 0 пятка не работаю говорю потому что 0 5 как правило ее просто скручат и она выходит из строя и что у вас да у вас просто головная боль поэтому ни в коем случае 430 к 304 у меня есть объекты где загорались дымоходы все стоят в толщине металла 1 0 и когда происходит возгорание первый раз тогда люди уже начинают смотреть чем-то пить и заглядывать дымоход через ревизию чтобы можно его чистить поэтому вот на что надо обращать внимание потому что если мы возьмем характеристики и испытание которые проходят при сертификации дымоходы там 1856 1 европейские нормы которые у нас республики беларусь адаптированы то 430 к проходит 400 450 градусов я таких два сертификата видел один беларусь и получал производитель 2 в польше но я не буду говорить их название бренды а 304 304 марка это 450 500 и 600 градусов да и 600 раз 550 нет не помню 600 градусов тоже в зависимости от того где проходили сертификацию отличается температурная градация т-600 это максимальный режим при которой используются дымоходы все выше уже нету и также на возгорание сажи проходит как 430 марка так и 304 поэтому здесь одному богу известно какая марка стали будет стоять у меня в комментариях очень часто пишут дмитрий только 304 и все остальное не годится либо там 300 марка 309 321 да нет еще раз повторяю да вы не знаете сколько будет стоять дымоход никто этого не знает единственно что здесь можно придерживаться той толщины металла и это должна быть стержавейка да поэтому я с клиентами работаю я всегда предлагаю два варианта 304 430 если вижу что надо дымоход будет использоваться на угле либо там а в агрессивных условиях или у него большая очень мощность конечно тогда рассматривать 309 321 марку стали в нашу 316 если будем убрать это та марка стали которые используются и заточена именно для газовых котлов а на твердачах у 309 321 430 к и 304 ну и там все четыре четырехсотой марки остальные там зависимости состава материала химического состава металла надо смотреть все на этом я буду свое видео заканчивать еще вот этот дымоход нас одной используется только для каминах которые будут кратковременный нагрев для постоянного проживания такие дымоходы монтировать нельзя вернее не дымоходы а способ монтажа нет ни в коем случае потому что у него конденсат будет течь весь вниз и если здесь бы дымоход использовался камин вернее используется для основного отопления то я бы настоял бы чтобы тройник поставили два тройника вот этого тройник под 45 градусов потому что высота небольшая там 6 метров и ниже тройник поставил бы с прочисткой прочистку вывел бы на улицу при такой при таком монтаже у заказчика не было бы проблем и он бы спал спокойно и радовался бы жизни да поэтому этот метод этот монтаж только для кратковременного нагрева камина печи не важно потому что есть конденсат никуда вы от него не денетесь но и в дальнейшем по этому объекту когда уже заказчик поставить печку потому что не надо конденсат отправить во внутрь топки чтобы наружу не на верхнюю камеру воздухозаборную не попадал конденсат до чтобы не вонял мне его надо отправить вовнутрь на отбойник но это вы увидите в следующем видео на этом я буду свое видео заканчиваясь надеюсь эта информация была полезной для потребителя для строителей для заказчиков с вами был дмитрий михайлов подписан на мой канал до новых встреч пока